Доброго времени суток! Очередное видео на тему посадки грибов В этом случае сейчас мы будем садить шиитаки Вот этот компост никакого отношения к шиитаке не имеет Это компост, приготовленный для вешенки Но, чтобы сэкономить время Бревна были стерилизованы вместе с самим компостом То есть, гидротермия Заливали водой и они здесь проварились 3 часа в кипятке Так, если видео техническое То смотрите, мое понимание То, что я считаю важным, что обсудить Это одно Ваше видение, когда вы первый раз это делаете Или делаете как-то по-своему, это совсем другое Поэтому, для того, чтобы полностью понять какой-то процесс Нужно под видео читать комментарии, вопросы и все остальное Там дают люди другие полезные советы Я отвечаю на какие-то вопросы Не все, я всегда успеваю уложить в одно видео Потому что оно было бы бесконечно длинным Поэтому, если хотите что-то понять, то не поленитесь Посмотрите внизу под комментариями, что там будет написано Относительно всяких других вещей Потому что, вот вчера смотрел видео одного клоуна Который там из лейки по всему огороду засевал белые грибы И до сих пор я уже охрип и стер пальцы отвечать И уже охрип рассказывать про эти микоризные грибы Которые без дерева не растут Короче, устал я В принципе, вот это все объяснять Садите, берите лейку, смотрите этого дурака И садите по огороду белые грибы Это ваше дело В принципе, знаете, вот в любых видео Вот вы смотрите, если вы смотрите какое-то видео И на этом видео Что-то там рассказывается То вы просто задумайтесь над всеми вопросом Какую цель ставит перед собой этот человек Который снимает вот это видео Цели всегда очень такие Могут быть две Или первая цель что-то продать Или вторая цель Продать себя Или чтобы кто-то полайкал Полайкал на этом видео Поставил лайки Ну и там какие-то денежки из Ютуба Что-то там накапает на этот видеоролик Так вот, понимаете, мне абсолютно вот все равно Да будете вы лайкать Будете вы смотреть Не будете Да мне как-то без разницы Вот Но уже положение обязывает Если канал начался Я просто делюсь своими видеодневниками Снимаю то, что я делаю И вот в данном случае То же самое видео О том, что я делаю Вот как я делаю Я вам так и показываю Значит, бревна, как вы видите Были засверлены Вот такие громадные дырки Громадные дырки Намучился я с этим сверлением То есть не такая простая штука Этих палок Это сверху я положил Еще внизу там есть Тоже Короче, штук 15 Я их сделал Абсолютно мне не нужно Вот этих палках ничего садить Мне хватает Вот того, что я делаю на блоках Но Опять же таки Положение обязывает Там вести канал И для других людей Которые Берут мицели А потом начинают спрашивать А что, да как А что, да как И вот каждый раз Объяснять вот эту всю процедуру Мне надоедает Поэтому я вот уже не поленился И для себя тоже сделал Вот это все на палках Чтобы вы посмотрели Как я вот это вижу Из всех способов Которые есть И тут начинается Вы видели, а вы смотрели Я видел, смотрел А что не видел и не смотрел То я не хочу Не видеть, не смотреть Вот И Есть у меня какое-то свое понимание Как это все должно делать Я его или делаю Настолько мне позволяет Время и желание Или не буду делать вообще Потому что мне это не нужно Так что вот смотрите Вот это палки В них просвергнуты дырки А сколько Да, с линейкой сидел И там С циркулем мерил Где дырки сверлить Вот взял набил их Где тонкое Там вообще сквозные Где потолще Там в каком-то таком порядке Ну не знаю Там вот смотрите Раз, два, три, четыре, пять, шесть Ну где-то в три ряда Вот дырки Дальше Мы с этим делом Переносим Вот это все дело Вот на стол Это мицелий Мицелий переносим В тазик Тазик обработанный Обработанный Лизоформином Да, если нету Лизоформина То там спирт Ни в коем случае Не используйте Никакую белизну Я вас умоляю И все И не спрашивайте почему Просто не использую Вот Дальше идет вот такая Такая вот Свадьба Я бы с этим не игрался Ну вот Есть люди Которым Не жалко Ни жизни Ни времени Вот они Любят заниматься Вот и дальше занимаются Ты че там палочка Я бы взял Вот это все Позасыпал Да замотал бы В эту пленку Да и фиг с ним То вырастет То вырастет Не вырастет То не вырастет Все равно Дело имеем с природой А природа не дает Обещаний Дает только возможности Никто не даст гарантии Что эти грибы там вырастут Не вырастут Ну фиг его знает Несмотря на мой многолетний опыт И всего остального Я даже не берусь там Какие-то гарантии давать Что и как из этого вырастет Тем более Грибы на древесине В принципе Если бы даже все пошло хорошо То они где-то месяца раньше Ну не раньше Чем через 3 Или через 4 Когда-то вырастут Вот такое мое отношение К этому всему Потом пленкой скотчем Да Ну сейчас Закончим тут играться И вот эта пленка Которая лежит Это из рукава Просто отрезана Так что мы вешенку Будем засевать Ну вот так вот завернем И скотчем сейчас замотаем Вот все Вся мероприятие Побыстрее я хочу Чтобы это все закончилось Потому что В дальнейшем В дальнейшем Ждет субстрат На посадку На вешенку Вешенка Это более такое Понятное задание И мое отношение Уже Просто на вешенку Это Интенсивный способ Который более гарантированно Дает результаты И что-то определенное Потом люди Садят грибы Или на пеньки Или на бревна Спрашивают А сколько я из этого Выращу грибов Опять же повторю Но жизнь не дает Обещаний Только возможности Если бы у меня Был какой-то Меркантильный интерес В том Чтобы вам Что-то вспихнуть Особенно там Сухой какой-то мицелий Из которого В принципе Ничего не должно вырасти В большинстве случаев Там просто мусор Подметали пол Взяли Насыпали в пакет И продали Сухой мицелий Вот Сухой мицелий То же самое Что Таранку покупать Для аквариума Сухой мицелий И самое главное Что даже Люди Которые давным-давно Там занимаются Производством мицелия Тоже Занимаются Вот этот ерундой Кюхают Людям Вот этот Сухой мицелий На полном серьезе В принципе Расчет Очень Очень такой Простой На отдаленный результат Который будет Там и сухого мицелия Где-то через полгода Или на следующий год Может быть У вас вам вырастут Белые грибы И труфеля Вот Ну и За год вы забудете Где и что брали Да и вам там будет По барабану Ну вот такой расчет Но бизнес работает Очень хорошо До сих пор Несмотря Кошмарит и кошмарит Да Нет На этом не все На этом не все Значит будем сейчас Запихивать А что не все Что не успели Там будет в комментариях Внизу там почитать Значит Это все Запихиваем Что я хотел еще По этому поводу сказать Вот Вот Если вам просто интересно Этим заниматься То пожалуйста Вот занимайтесь Ну опять же Такие тут Может быть Это мое личное отношение К таким вещам Ну допустим Я с таким же скепсисом Могу относиться И к выращиванию Возонов на подоконниках И всему остальному Ну кто-то это делает Ну не скажем Ну есть у человека хобби Ну есть у него время Есть желание Ну пусть это делает Мы не можем это ему запрещать Только другой вопрос А какая польза от этого Ну человек же не все делает Именно для того Чтобы получить от этого Какой-то смысл То есть понятие смысла И вот таких вот действий Это вообще философская Такая категория Ну каждому свое Каждый занимается Что ему там нравится Есть хобби А есть Да Ну вот есть хобби Человек что-то там выращивает Какие-то в озоны А он же не собирается Из этого получить какую-то пользу То же самое с этими грибами В первую очередь Это идет как хобби А уже Интерес Да Остальные там промышленные интересы Это совсем Вопрос из совсем другой Просто интерес Из другой области Так для посадки Вот Я взял Полиэтилен по длине Вот этого чурбана Вот Разрезал На двое Пленка внутри Абсолютно она стерильная Потому что выдувает И плавится пленка При температуре Там больше по-моему 150 градусов Поэтому внутри она стерильная Вот сюда Ложим бревно Давай бревно Нормальное бревно Нормальное бревно Клади все внутрь А это задолго Клади на край Замотываться было Все Ну я не знаю Тут дуже маленькие дырки Тут идти в одну В одну руку Нормальное бревно Хорошо Давай А так Нормально Так Давай Так И Просто В принципе все И в дальнейшем Hello И в дальнейшем Ну вот В принципе все мероприятие Торцы Ни в коем случае Закрывать нельзя Что с ними делать Вот так Вот так я стану Вот Сейчас Ну бру готов Следующий Сейчас Я все расскажу Так Ну Вот так я делаю Если Если нету Нету Пакета из рукава Точно Такими же свойствами Обладает обыкновенный Мусорный мешок Возьмите большой мешок На 60 литров Да И Такой же он стерильный Такой же он подходит Единственное что Не берите черный В нем ничего не видно Возьмите какой-то Прозрачный Прозрачный Белый Желтый Там розовый И в нем будет хорошо видно Что там Все таки растет Или не растет Вот берем Бревно сюда И вот таким вот Образом Такое дело Просто-напросто Заворачиваем И все Просто закрепляем Клевки Заворачиваем Заворачиваем Вот это пленка Будет защищать наши посадки От попадания из внешней среды Всякого того, чего не нужно Деревяшка Проваренная Типа стерильная Торцы у нас Дышат Для того, чтобы дышал Не цели Ни в коем случае Ее нельзя полностью Герметизировать Вот И И Дальше возникает Логический вопрос А что Делать С этими Поленами Дальше Как говорит Интернет Сразу И первое Что приходит в голову Во-первых Приходит в голову Куда? Куда не все Бревно? Куда? Не в подвал Правильно В подвал Ну а куда? Там Между банок Только не в подвал Между банок С огурцами С оленями И всем остальным Где много плесени Да, мы туда Сразу же бежим С бревнами Тут взяли стерильные мицели Взяли стерильно Специально варили бревна А дальше их В подвал Теперь зайдите в подвал И посмотрите по стенам Что там растет Просто в этом подвале Это же Лепрозорий Всех грибов Которые Только возможны И невозможны Они же все растут Все патогены Которые Они же собраны В этом подвале И мы тут Да, правильно Стерильные наши Потому что Грибам Больше негде жить Только в этом подвале И вот с этого Надо все начинать С подвала И какой дурак Отправил вот эти грибы Почему-то в подвал Я бы его там Закрыл В этом подвале Чтобы он там жил Дышал вот этими Всеми Актино-мицетами Которые им есть На стенах Всеми стиходермами И взял Консервированные огурцы Ну что Значит Для того Чтобы куда-то Пролесить Вот эти полена Надо Конечно же Найти какое-то Место Ну это понятно Ну это понятно Что желательно Чтобы они не пересыхали Что это Были Сушильная камера И сауна Но желательно Ну вот я что-то так Вот уже в процессе Вот этого всего Понял Что тут можно Вот так Чтобы Особо внутрь Там ничего не Не задувалось Вот так Заделать Ну и здесь Еще Пролесить Пролесить Какое-то Прохладное Ну нет Прохладное Неправильно Прохладное Неправильно Если Речь идет О том Пакоши И так Это Японские Грибы Они вообще Любят тепло Теплолюбивые То есть Вообще Клема даже Подвалы Не подходит Просто По температурному Режиму Для инкубации Да Для инкубации Значит Этим Вот этим бревнам Надо Желательно Чтобы это было Где-то 26-28 градусов Тепла Или просто Комнатная температура Вот так Тут куда повесить Так Вот Или комнатная температура Ну Поверь Кто решил Заняться Ширитаками Он найдет Найдет Доме комнату Было тепло Или какую-то Влажную Чистую Втерянную комнату И желательно Не грязно Не так Как в подвале Ну а вот Отсюда Я беру Сами пакеты Надо будет Раньше Я уже рассказывал Про Вот этот Станок Для нарезки Мешков А тут Можно будет Остановиться Еще раз За основу Каркас Взято Было То что Взято То что Было А вот тут Хорошее Такое Приспособление Не нужно Мне писать Про чертежи Про размеры Потому что Никто не будет Сидеть сейчас С линейкой И выводить Размеры Вот этого Всего аппарата Если вам приходится Вы не будете Вот этот аппарат Делать до того Пока у вас Не будет Пленки То есть Слепую А потом Уже Пленку Заказывать Поэтому Вы заказываете Вот эти рулоны Потом берете Рулоны И Под него Делаете Вот аппарат Выглядит он Приблизительно Вот так Удобство в том Что Не нужно Уже больше Ничего Снимать Менять Два стоит Это для Мицелии Это стоит Для Блоков И вот Получилось Для шин Значит Вот смотрите Легким движением Руки Все отматывается Вот Ножиком Здесь Все отрезается Так Значит Раз Почему Допустим Почему Длина бревна Метровая Потому что Действительно То промышленных Масштабах Выращивает На древесине Шиитаки То в основном По внешнему виду Выглядит Что Используется А Сколько там Шиитаки Три золотавые Сколько там Шиитаки Три Чи два В основном Используется На этом аппаратике Нужно будет Остановиться Отдельно Здесь Есть Кои Какие Свои Ноу-хау Относительно Заправочки Тут Так Все Простенько Сделано Очень удобно Возможно И мои Идейки Кому-то Пригодятся И самое главное Вот насчет Крепления Здесь Такой Интересная Затея Сделана Под углом Что она Просто Заклинивает Вот эта штука Она тут Стоит Намертво Ничем не прикручена Не закреплена Просто Заклинивается Вот В этом штуке Ну Отдельно Нужно будет Остановиться Сейчас все-таки Про Шиитаки Хотелось бы Уже Закончить Освободить Руки От этого Вот мероприятия И заняться Вешенками Ну И вот Смотрите Вот это В процессе Здесь Как видите Пробуем Что-то Березу А это Дуб Вот этот Канадский Или как он В общем Дуб Ну Не то Что с круглыми Листьями А то Что такими Острыми Как у Клена Так В общем И целом Заканчиваю Я Вот это Все Беготню С камерой Относительно Всего Что Какие-то Видео Или длинные Или еще Что-то А вы Когда делаете Какие-то Мероприятия Даже будете Вот яичницу Собежалить Возьмите Камеру И попробуйте Рассказать Насколько Это все Чтобы вы Сами поняли Что такое Съемка И по сути Дело Это как Постоянно Присутствуют Другие люди Которые Наблюдают За тем Что ты Делаешь Поэтому Вот Прочувствуйте Что это Такое Когда постоянно Кто-то Можно сказать Как подглядывает За тем Что Что происходит И Подбирать Нужно слова И Все остальное Это как-то Обвязывает Вот И не совсем То Как бы Ты сам Это все Делал А уже Как-то Получается Вот это все Вот так Вот Поэтому Видео Есть Какие Есть Хорошо Что Есть Вообще Потому Что Ну Потому Что Вот Так И Во всем Остальном Что я Забыл Сказать Что Вас Будет Интересовать Задайте Вопросы И Внизу Под Этим Видео Почитайте Что Там Написано Что Другие Люди Советуют С вами Был Макс Селлер На канале Фанни Маршалм Скул До Следующих Видео На канале